Моё послание сегодня будет необычным, потому что, когда я назвал его, оно так немножко напрягло людей. Огорчаем мир. Скажите, ну как это, огорчаем мир? Что-то такое. Я хочу начать с особенного момента. Сегодня ночью я как бы выспался, но очень плохо спал, потому что всю ночь мне такое напоминание. Я не буду передавать весь сон, но такое чувство, что то, что ценное было среди верующих людей, христиан, что-то особенное, что было запрятано, оно должно быть распаковано, потому что это последнее время, распаковано, знаете, вот как просмотрено, утверждено, запаковать его обратно как ценность. И вот я вот, меня этот сон постоянно меня как бы так напрягал, что нужно это сделать, иначе мы не пройдем это как бы последнее время. Нам нужно распаковать то, что было сделано изначально. И на основании на этом, хотя я подготовил проповедь давно, я понимаю, что мы начнем такой момент распаковывать какие-то основы, основы, которые очень важны. Я начинаю с простого послания, 1 Тимофея 1,15. «Верно и всякого принятия достойно, что Ишуа Мессия пришел в мир, чтобы спасти грешников». Итак, простая вещь. Ишуа Мессия пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. И я понимаю, что это его миссия. Я понимаю, что это миссия, которую он передает нам. Мы помним, что он сказал, идите проповедуйте сие Евангелие, царство, всем народам. Он говорит о том, чтобы мы приобретали учеников. И это миссия, которая сегодня стоит перед каждым рожденным свыщим человеком. Я когда смотрел на все это, я думаю, давай я посмотрю на другие религии. Буддистов, мусульман, кришнаитов, иудаизма. Хотя мы понимаем, что у нас иудеи христианские корни, вера наша, как миссианских евреев. Евреи, неевреи общины. У нас есть основы библейские. И я посмотрел конкретно, какие были миссии. Миссии тех лидеров или тех, кого обожествляют так сильно или превозносят. Тех лидеров целых религиозных направлений. И я убедился, что у каждого своя миссия, кроме одной. Никто из них не пришел, чтобы спасти мир. Имеется в виду, чтобы спасти грешников. Никто не пришел, чтобы спасти грешников. Кто-то пришел предоставить правильное и неправильное. Предупредить своими проповедями о том, что нужно вести хороший образ жизни. Кто-то пришел, чтобы тех, кто полубогий, немножко с ними пообщаться и сделать какое-то правило для мира. Кто-то с философией самообладания. Но никто не пришел в этот мир, чтобы умереть за грешников. Чтобы искупить и представить грешников Богу. И вот момент этот, почему я назвал свою проповедь «Огорчаем мир», сходится к одной простой вещи. Сегодня я бы хотел поговорить о том, что напрягает этот мир. Когда мы встречаемся, когда этот мир встречается такими людьми, как мы. Я и вы. Что напрягает их в разговоре с нами. И хотя этот напряг таких отношений не начался с нашего рождения. Он начался намного раньше. Он начался с того, когда один, распятый на кресте, умер, но пообещал через три дня воскреснуть. Когда он воскрес, фактически, он напряг весь мир в своем воскрешении из мертвых. В тот день сделался великое землетрясение, ибо ангел Господень сошел с неба, приступив, отвалил камень от двери гроба, сидя на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была бела, как снег. Устрашившие его стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Своим воскресением из мертвых Ишуа огорчил весь мир. Разочаровал тем, что нужно делать что-то решительное в своей жизни, для того, чтобы попасть на небеса, а не в ад. Этим, на самом деле, он разочаровал, или же, может, огорчил весь мир. Мир огорчился только по одной лишь мыслью, что нет другого пути для примирения. Абсолютно. Другого пути нет. Писание говорит, Деяния апостолов, «Ни в ком другом нет спасения, так как нет другого имени под небесами, данного людям, которым можно было бы спастись». Деяния апостолов, 4 глава, 12 стих. «Только одна лишь мысль, что больше другого пути нет». Это разочаровывает людей. Их даже напрягает. Они чуть ли не плачут. Они начинают с тобой говорить. «Но ведь есть другие пути. Есть другие пути. Возможно, там другие религии. Почему вы самые правильные?» Это разочаровывает. Что же на самом деле раздражает неверующих в Бога людей? Как я уже говорил, Мухаммед, Кришна, Будда, Моисей умерли каждой своей смертью, хотя некоторых считали божествами. Но только Ишуа умер мученицкой смертью, но что отличает их всех, друг от друга, это то, что только Ишуа воскрес из мертвых, чтобы смертью смерть попрать, дать верующим в Него и иметь надежду воскресения для вечной жизни. Надежду. Ишуа умирает на Голгофском кресте ради грешников, чтобы дать им возможность влучшить жизнь, то есть воскресение из мертвых и быть с Богом. Наверное, даже не тот факт, что существует Творец, раздражает людей, когда ты говоришь с ними. Они могут с этим вообще смириться, что есть какая-то идея о творении мира, что есть какой-то разум во Вселенной, что мы называем Богом. Это может быть даже им, они могут согласны быть, что есть Творец, но больше всего их раздражает наше непоколебимое, настойчивое убеждение, что Ишуа есть единственный путь. Ишуа сам сказал, я есть путь, истина и жизнь. Этот путь нужно пройти. Я хочу сказать, может, простые вещи. Принять Ишуа или же, сказать, покаяться, раскаяться, произнести его имя, в покаянии, ничего сложного в этом состоянии нет. То есть, можно легко его принять, но прожить с этим именем намного сложнее. как верующие люди. Мы раздражаем этот мир лишь одной причиной. Мы говорим, у нас есть ответ, и он один всего лишь, путь. Кто-то сейчас может делать свои комменты в инстаграмах и так далее, со мной спорить. Слушайте, я не собираюсь спорить, я хочу положить основание для нас, для верующих людей. Я хочу распаковать тот узел для нас, почему мы так настойчиво там стоим. Но знаете, мы легко покаяться. Да, человека легко провести через молитву. Но Иешуа говорит некоторые вещи, он говорит, возьми крест свой и следуй за мной. Он не говорит, возьми мой крест и следуй за мной. Говорит, возьми свой крест. Одно дело покаяться, легко это сделать молитву, другое взять крест. Вы знаете, чтоб в жизни Иешуа здесь на земле было три попытки отговорить его от креста. Первый раз, когда это было после водного погружения, да, он был в искушении, искушаем пустыне дьяволом, и там он говорит ему, показав ему весь мир, говорит, все это я дам тебе, только поклонись. Другими словами, все я это дам, только на крест не иди, не надо. Один из учеников, когда почувствовал, что там ему все это, как Иешуа говорит, мне должно будет умереть, я должен будет умереть за грехи людей. Он говорит, что ты с собой делаешь, да не будет это с тобой. И Иешуа говорит, отойдет меня сатана, потому что ты не думаешь, что? Божье. И что Божье? Это Божий путь был, крест Голгофы, искупление человечества от грехов. В это надо было поверить. И третий момент, уже будучи на кресте, ему кричали, если ты на самом деле Машех, сойди с креста, мы его веруем. Почему так это было важно? Я скажу почему. Потому что без креста и смерти не может быть воскресения из мертвых. Не сама смерть на кресте на самом деле напрягает людей. Они бы смирились с этим. Даже, бог говорит, иудеи, которые участвовали в его распятии, даже, бог говорит, римляне, которые непосредственно распяли его. Его смерть, но не воскресение ничего бы как бы не изменило. Многие умирали за людей. За свои поступки. Но что произошло? То, чего они больше всего переживали. Мир поменялся. Мир поменялся. Его воскресение из мертвых дало надежду людям, что после смерти, не просто переселение душ, воскресение из мертвых стало основной доктриной христианской веры. Мессианской веры, будем говорить так. Эта доктрина больше всего становится местом споров или оспаривания. У нас нету переселения душ. Мы не верим в переселение душ. Мы четко убеждены, что однажды человеку умереть, а потом суд. Мы убеждены, что человечеству придется воскреснуть из мертвых. Каждый на свою сторону. Но Иешов был первым. Это состояние становится нашим таким флагом, который движет нас вперед, потому что мы не переселяемся никуда. Иначе нам просто было бы нормально смотреть на умерших. И мы говорили, они все идут вверх, а там уже как бы на небеса там все увидимся. Мы понимаем, что здесь Писание говорит, послание к евреям. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей, как я уже говорил. И как человек, которому положено однажды умереть, а потом суд, так и Мессия однажды принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. И во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающей его воспасения. Воскресение из мертвых. Воскресение из мертвых. Часть нашего понимания, где мы говорим, послушай, если ты мертвый человек, то есть в грехах, ты живой, но ты мертвый, тебе нужно спасение, тебе нужен Мессия. Я буду об этом говорить. И мы настойчиво к людям говорим о том, что есть единственный путь отношения с Богом, единственный путь спасения, единственное отношение жить вечно, это принять Иешуа Мессию. Другого не получится. Новозаветные тексты, непосредственно больше всех или больше ветков заветных напоминают нам от воскресения из мертвых. Они находятся в Евангелиях, где Иешуа об этом говорит, в Откровении Иоанна, конечно же, в посланиях апостола Павла или Савла, это первое Коринфянов, первое Ефесянам, и без сомнения становятся доктринальной позицией для верующего человека. Ярким свидетельством доктрины Савла может служить текст, именно Луки, где пишет Деяния Апостолов. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писания, то есть не из Нового Завета, а из Писания, которое у них есть, открывая и доказывая им, что Мессии надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых. Я хочу, чтобы мы понимали, да, действительно, Иешуа является Агнесом Божий, который взял грехи из всего мира на себя. Без пролития крови нет прощения грехов, но и без воскресения из мертвых нету покрытия или же ну, как бы, прощения. Нету. И если мы говорим о том, что что делал Павел, он защищал именно позицию верующего человека, особенно верующего в Мессию. он понимал это, и более семи десятков ветхозаветных цитат можно увидеть о том, что есть воскресение из мертвых. Первое, что могу говорить, воскресение, это не просто будущее состояние, что мы воскреснем. Это также настоящий процесс, в котором мы находимся сейчас. «Если Дух того, кто воскресил Иешуа из мертвых, живет в вас, тогда воскресивший Мессию Иешуа дашь жизнь и вашим смертным телам посредством живущего вас Духа». Еще раз повторю, воскресение это не просто будущее состояние человека, когда мы воскреснем из мертвых после смерти, это также и нынешний процесс, который мы с вами проходим. Дух того, то есть Дух Бога Отца, который воскресил Иешуа из мертвых, Он также оживит наши смертные тела. Он не говорит воскресить наши уже как бы умершие тела, а смертные, намекая на то, что Он воскрешает то, что потом может умереть. А также указывает нам на то, что Дух, Дух Отца живет в нас. Он, Который воскресил Мессию, оживит и наши смертные тела. Опять интересный момент. Духом Своим живущего в нас. Что сделает этот Дух, Который внутри нас, Который мы кричим «Ава Отче». Потому что когда мы принимаем Иешу Личным Спасителем, мы наполняемся Духом, Которым мы воскликаем, к Нему «Ава Отче». Что этот Дух сделает? Он оживит наши смертные тела. Этот Дух воскресил Господа Иешуа, когда Он был физически мертвым. И и той и той же силой, Который воскресил Мессию, это же Дух Божий сейчас не воскресает наши физические тела, но Он уже в нас живет, Он оживляет то, что было мертвым. Понятно, да? Наш Дух был мертвым. Что значит Он оживит? Это вопрос ключевой. Мы уже не будем сосредоточены, когда Он оживляет, мы не направлены прежде всего на иметь отношение с этим миром. Каждый из вас это пережил. Когда вы приняли Иешуа личным спасителем, вдруг, внезапно, оставаясь в этом мире, имея друзей, работая с другими, чувства, знаете, у вас были такие, чтобы нет мира всего уже. Да? Что вас отделили для чего-то. У вас ничего нет общего с теми друзьями, вы проводили раньше время, теми ситуациями, которые у вас были. Вдруг внезапно вы почувствовали, что вы стали абсолютно другими. И вот в это время мы отделены. И мы тогда становимся оживлены. Оживляемся, когда были мертвы. Мы стали живыми для того, чтобы свидетельствовать людям о том, кто наш Маших. Он оживит нас, чтобы в этом теле и в это время жизненных испытаний, через которые мы проходим, мы жили бы не со своей жизнью, но с Божьей, то есть иной жизнью, новой, новая жизнь. Еще говорит, все творю, все новое. Прошлое прошло, то есть веткое прошло, сейчас оно новое. Жизнь, которую мы говорим в Боге, для спасения своей души, потому что мы делаем путь, шову, для того, чтобы спасать других, дать им возможность изменить свою душу. Второе, что я хочу подчеркнуть, ходить в новизне, или новой жизни, значит, жить сегодня в сфере воскресения и царствовать вместе с ним. Вот я говорю вам, вы священники, да, и что? Царственное священство, то есть цари и священники и Симон говорит об этом, Петр, он также говорит, вы царственное священство, народ избранный, взят его дел, вы, во-первых, мы находимся в этом воскресении, но и мы царствуем, ибо все вы сыны Божии, по вере вешу о Мессии, все вы в Мессию крестившись или погружившись в Мессию облеклись, нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола и ни женского, ибо все вы одно в Мессии Ишуа, если же вы христовы, да, или же вы верующие, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники, он говорит о том, кого спасать, уже нет разницы, иудея, не иудея, женщину, мужчину, богатого, бедного, спасение дается всем, и это обновленная жизнь, человек постоянно делает, знаете, какие-то поступки, мы в жизни делаем поступки, живя без Бога, но эти поступки, как мы говорили, они мертвы, они суть мертвых поступков, дела, дела смерти, будем говорить так, но если мы совершаем поступки, которые направлены к Богу, познанию Бога, и намеренно мы делаем их для того, чтобы Бог прославился, тогда можно сказать простые вещи, эти поступки возбуждаются Духом Святым, да, и они ведут нас к жизни, мы обновляемся, мы говорим, что эти поступки, они Богом вдохновенные, ценность их очень велика, они открывают нам ту сокровищецу, которую мы вложим и, знаете, ехав сюда, я хотел, когда думал об этом, вдруг я понял, что, что вот это значит сокровищеца, здесь на земле, мы, делая дела, которые направлены на добро, да, чтобы Бог прославился, мы как бы делаем депозит свой, я думаю, как это объяснить, и, конечно, не успел, помните эти, копилки в Советском Союзе, да, разные там, собака бы, помню, вот этот коричневая собака, которая такая, да, вот ее очень много продавали, и ты, она из керамики была сделана, и ты ложишь туда денежку, в один момент тебе надо что-то, ты берешь его, пам, разбиваешь, ну, вытащить не можешь, надо разбить его, послушайте, когда наша жизнь изменится, когда вот наше мертвое, или как бы, плотское тело, или там, храмина, она отойдет в вечности, вернее, предана будет земле, а наш дух будет вечен, да, то вот эта копилка, которая из добрых дел, которую мы, да, возьмем перед собой, и мы ее разобьем, потому что в этот момент нам нужно, как наша, наша ценность, вся проблема людей заключается в том, что действительно ли человек, переживший свою измененную жизнь, измененную в Духе Святом, имеет ее полноту, познал ли он эту полноту, которая сокрыта в Боге, так же ли он остается верным своему призванию, потому что нам нужно совершить наш путь, если он старается делать свои пути относительно Божьих заветов, его жизнь как сокровище, которое будет открыто на небесах, если человек сойдет с пути своего, с пути покаяния, делает свои поступки, руководствуется своим эгом, то есть преследует свои суетные чувства, интересы, эгоизм, находясь в гордости, духовной слепоте, то выполняя только мертвые дела, он не сможет попасть в то место, где мы называем небо. третий сфера, жизнь, воскресенье, это жизнь, которая кладет основания для нового человека, это жизнь, воскресенье, которая останавливает эту адамову природу, падшего человека, для этого я хочу поднять один известный отрывок из Писания, из Езекииля 37 глава, всем известно это, мы провозглашаем это часто относительно Израиля, его призвание, но там написано, так говорит Господь Бог костям сим, мы понимаем, что мы говорим об Израиле, я не думаю, что это повествование к церкви, потому что церковь не умерла, Израиль духовно отошел от Всевышнего, многие такие есть моменты, хотя пытается жить, так говорит Бог костям сим, вот я наведу дух вас и оживете, тут интересный оборот, не сказано здесь, что вот оживите, то есть оживитесь кости, но важная деталь, введу в вас дух и вы оживете, очень важно, это условие оживления, новой жизни в Ишуа Мессии, даже любому человеку, это крещение или погружение в сверхъестественное, он говорит не просто оживете, он говорит я введу вас дух и оживете, невозможно ожить без Духа Божьего, невозможно жить без направления, которое Бог нам дает, и мы в Новом Завете уже знаем, что этот дух был излит в день Пятидесятницы, и фактически все общество израильское, оно поменялось с этого момента, мы знаем, люди пришли, покаялись, и поехали в свои места, и проповедь Евангелия начала распространяться, также были те, которые огорчились от этого, мы дальше замечаем, что пророк Изякиль описывает процесс оживления, и перечисляет, что были жилы, тело, кожа выросла, тянулась, и вы знаете, когда я читал эти места, они как бы пересекаются, откликаются в Новом Завете, в Деянии Апостолов в 2 главе 42 стих, там говорится о том, когда уже Дух все сошел, когда все уже крещение пережила, община, то 42 стих говорит, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах, некий такой слой воскрешения из мертвых, да, вот, то общество, то направление, и они начали другими быть, фактически с того момента, когда Ишуа воскрес из мертвых, община приняла, что воскресение из мертвых, это основная часть их жизни, и об этом нужно говорить, то евреи говорили, не, нет, мы распространим слух, что он умер, а его ученики выкрали его из его гробницы, и слух распространяли, они боялись, потому что на самом деле это состояние, что Бог своим духом воскресил его из мертвых для нашего оправдания, для нашего оправдания, затем мы можем читать в 37 главе 6 стих, введу вас дух и оживете, я введу вас дух и вы оживете, в 9 стихе говорит, так говорит Господь, Коамар Адона Яхве Элохим, он говорит, так говорит Господь, пускай духом придет со всех краев, чтобы наполнить ваши кости, ваше мертвое состояние, и вы оживете, и слово оживут они, есть верующие, которые приняли Иешуа, но они не взяли свое кресло, не следуют, они не воскресли вместе с Мессией, они не воскресли, чтобы донести людям простую вещь о том, что есть единственный путь, и мы знаем, что это слово оживут, вообще как бы так, оно звучит, как зоя апазия, что значит жить, совершая что-то, жить, можно жить, а можно живя, делать ту работу, к чему ты был призван, и так послушаем, что Бог делает, Бог не просто дал Иешуа тело, чтобы он умер за людей, но даже когда он умер, он пошел и благоведствовал тому постановому миру, о том, что он есть единственный Машиех, единственная их надежда, и по его воскрешению из мертвых многие воскресли, если Дух Мессии пребывает в вас, то в вас пребывает самопознание о Боге, у вас пребывает Мессия, который внутри вас, тогда мертвое тело для греха, а Дух жив для праведности, то есть для Бога, вы скажете, но мы же все падаем, какие-то поступки делаем, да, мы это делаем, но внутри мы знаем, кому мы верим, потому что если мы знаем, что он воскрес из мертвых, а он ходатай перед Богом, тогда мы обращаемся не к мертвому пророку, Богу и так далее, не к мертвым, мы обращаемся к тому, кто живет вечно, мы обращаемся к живому, Дух Божий живет в нас, если через веру мы имеем отношение с Мессией, если даже в вере мы спотыкаемся, да, тогда мы имеем праведника, к которому обращаемся, он дает нам силы, чтобы побеждать зло, побеждать зло, которое вокруг нас, добрыми делами, когда мы как верующие люди становимся свидетелями, и люди на самом деле, они огорчаются вокруг нас, огорчаются, потому что мы призываем их сделать радикальное решение, одно единственное, нету многих, нету много путей, но сейчас новая теория, к Богу много путей, Он там разберется, я говорю всего лишь один путь, один есть путь, настолько жестко вы говорите, я хочу крепить верующих людей, верующим Мессию людей, одно дело принять его, другое дело возьми крест и следуй за мной, этот путь нужно пройти, но без Духа Божьего, без восстановления, без оживления, невозможно пройти трудный путь по этой земле, всегда будет искушение, и когда мы проходим этот мир, в этом мире этот путь, тогда мы и огорчаем этот мир, потому что наша возрожденная жизнь становится свидетелем для них единственной пути в Боге, так как Бог живет в нас и Он оживил нас к добрым делам проповеди Евангелия, проповедуя им спасение, и чтобы через наши проповеди Евангелия Дух Святой, который внутри нас, который мы получили, мог свидетельствовать об этом, чтобы мы использовали наши дары, которые у нас есть. Мы знаем, что Дух Святой раздает Дары по своему изволению, для чего? проповедь Евангелия сопровождалась чудесами, знамениями и другими дарами, которые у нас есть. Вы знаете, что даже принимать гостей странных, странников, пришельцев, нужно тоже иметь дар Святого Духа, потому что с ним приходит и терпение, и уважение, почтение. Иногда гоняют эти странные люди, очень часто наш магазин, к ним нужно иметь терпение. Я прочитаю еще одно местописание, я заканчиваю, потому что я верю, что, хотя и короткое сегодня послание, я пытаюсь сделать некоторые моменты в нашей жизни, потому что очень много сейчас есть в интернете вопросов, особенно когда узнают, что вы христианин или мессианский, верующий, задаю вопрос, а почему только Мессия? И вопросы очень такие серьезные. Многие люди верующие начинают говорить, я понимаю, что я не знаю Писания, мне что-то нужно делать, особенно это от братьев мусульман приходят вопросы, потому что они почитают как пророка, даже не почитают его как мессию, но так как верующие или люди на земле сделали из него Бога, Бог забрал его на небо, и он вернется, а они верят, что он вернется, как истинный мессия, он вернется, тогда он скажет, что мусульманы правы. Друзья, когда он вернется, я не знаю, но я знаю точно, никто не может назвать Ишуа Господом, как только через Дух Святого, который внутри нас, и наша жизнь становится свидетельством того, в кого мы верим, и что он есть истинный мессия, и как Писание говорит, он есть Господь, Бог. Да, удивительно, но трудно понять о том, как это может быть, но я могу сказать одно, я смотрел видео, буквально несколько секунд, это как бы из фильма, он говорит, представьте, во тьме ничего нет, и вдруг появилась точка, неоткуда появляется точка, а почему она появилась, но если сделать еще одну точку, между ними можно провести прямую, они между собой связаны, если ты сделаешь от нее еще точку, и через время очень много, тогда очень просто можно сказать, ниоткуда не может провести ниоткуда, нам нужно понимать, что мы верующие в Бога люди, и разбираться в Библии нужно, для того, чтобы быть укрепленным и сильным, для того, чтобы знать, что Ишуа единственный путь, и возможно люди будут с вами спорить, Писание говорит, не нужных споров удаляйся, но укрепляйся в вере. Я читаю последнее местописание. Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благововением. То есть кротко, это просто. Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеи, были постажены порицающие ваше доброе житие вешуа. Ибо если угодно воле Божьей лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые. Потому что Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных был умершлен по плоти, но жил духом, которым он и находящийся в темнице духом сойдя проповедовал, никогда непокорным ожидающих их Божию благотерпению водненое во время строения ковчега, которых немногие, то есть восемь душ спаслись от воды. Так и нас ныне, подобно всему образу крещения, погружения, не плотской ни честности омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресение Мишуа из Мессии, которые вошедшие на небо пребывают одесную Бога и которому покорились ангелы власти и силы. Почему покорились? Не потому, что он умер, а потому, что он воскрес. И тоже силой, тем же духом святым, который Бог его воскресил из мертвых, этот же дух живет сегодня в нас. он сегодня живет в нас. И мы должны, будем говорить так, прямо, мы должны укрепляться в этом духе, в молитве, ходатайстве, в добрых делах, в вере, провозглашении милости Божьей, возглашении рук на больных, они будут здоровы, этот же дух, который воскресил Иешуа из мертвых, сегодня он в вас. мы должны быть в нем и в нем находиться. Воскресение из мертвых это процесс. Некогда бы мыли мирствы, но ожили. Несем свой крест до того момента, где мы увидим его лицом к лицу. И это воскресение из мертвых это процесс для нас, каждому из нас. И давайте не ошибаться лишь только в том, что мы когда вот умрем, тогда и воскреснем. Сегодня говорит простые слова грешник восстань из мертвых и воскреси тебя Господь. Пробудись! Почему говорится грешник пробудись? Потому что грех он закрывает наши глаза к тому, кто дает милость. грех отделяет нас от того, кто дает жизнь. Мы становимся грубы в проявлении его милости и благости. Это Писание говорит сегодня, грешник, пробудись от своего сна. И он тебя воскресит, он тебя поднимет, он будет вести моя жизнь. Я верю, это путь моего воскресения. и в один день я увижу его лицом лицу, но давайте будем совершать свое спасение. Сейчас у нас хлебопреломление. Это не случайно, думаю, так, что как раз совпадает к этому моменту. Я еще повторюсь, без пролития крови нет прощения грехов. Но больше того, нужно было войти ему однажды во святая святых и кровью своей, не козлов, тельцов, других жертв, а со своей кровью окропить ковчег завета и стать ходатаем нового завета за нас с вами. Он не ходатает, чтобы вот еще этот должен спастись, и этот должен спастись. Уже была пролита кровь, это вера, которая наша помогает нам избавиться от греха, то есть принять его личным спасителем, но нужно совершить путь. И вот он становится ходатаем нового завета, в который мы вошли. Мы вошли в него. Он ходатает за нас. И если праведник он всем раз упадет, не грешник, а праведник. даже те, кто падает, ошибаются, он поднимает, он ходатайствует, он очищает, он дает нам милость, но в это нужно поверить, друзья. хэр милость. Субтитры создавал DimaTorzok